Открытая студия Но перед тем, как мы перейдем к нашей беседе, дайджест новостей. Новость. Шведский режиссер Хелена Аф Клеркер ищет мурманских моряков, которые 37 лет назад вытащили ее и подругу из открытого моря. Она снимает документальный фильм о тех событиях. В ноябре далекого 1984 года 19-летняя Хелена и ее подруга Шарлотта решили покататься на лодке по заливу у острова Веддио. Девушек вынесла в открытое море, где они пробыли два дня и практически замерзли. Моряки советского сухогруза Дагестан, принадлежавшего мурманскому морскому пароходству, спасли шведок. Известно, что бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков сейчас живет в Мурманске. Несколько моряков, проживающих также в столице Заполярья, еще предстоит найти. В ближайшее время в наш город приедет съемочная группа и возьмет интервью у спасителей шведского режиссера Хелены Аф Клеркер. И еще одна новость. По предварительным подсчетам, более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска. Такую цифру сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона назвал губернатор Андрей Чибис. Он еще раз поздравил город-герой и горожан. Главные торжества прошли вчера, однако дата основания города именно сегодня, 4 октября. Андрей Чибис подчеркнул, что город активно меняется к лучшему, чище и ярче становятся дворы, качественнее дороги, хорошеют общественные пространства, открываются новые предприятия. Кроме того, впервые за 30 лет в области снова строятся школы. Глава региона поблагодарил организаторов за яркую и разнообразную программу, а сотрудников правоохранительных органов за обеспечение порядка безопасности. Татьяна, вы участвовали в праздновании? Конечно. Как я могла пропустить такое событие? Мы отведали вкусный борщ на одном из островков, который располагался на улице Ленина. И сейчас, наверное, на меня обозлятся все автомобилисты, но я подумала, как бы было прекрасно, если бы Ленина была пешеходной улицей. Так вчера это было замечательно, интересно, так мне понравилось. И мне кажется, нужна Мурманску вот такая аллея, где все смогут гулять. Ну, конечно же, наверное, такого не произойдет, потому что это одна из самых важных артерий города. И, безусловно, вчера мы оценили, как сложно ехать в объезд, если Ленина перекрыта. Потому что те пробки, которые были улицей ниже, то они были невыносимы. Ну, мы переходим к обсуждению нашего сегодняшнего вопроса. А тема программы «Медиапроект повышения цифровой грамотности населения Мурманской области». Напомню то, что мы выходим в прямом эфире, значит, каждый из вас может дозвониться к нам по телефону 99-45-45, присоединиться к нашей беседе, высказать свое мнение, задать какой-то вопрос. Также вы можете написать нам в мессенджерах. Телеграммы Viber привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. На все про все у нас 28 минут по программе, посередине мы уйдем на небольшой рекламный перерыв, потом снова к вам вернемся. Вот на этом с техническими моментами все. Напомню, что сегодняшняя программа выходит в рамках проекта информационного агентства «Северпост». Говорим мы о «Медиапроекте повышения цифровой грамотности населения Мурманской области». Он реализуется при поддержке правительства Мурманской области. Также тема обсуждается в интернет-сообществе «Регион 51». Проект позиционирует себя как социально направленный, в чем именно эта направленность. И вот про проект вообще, он же уже начался. Да, он скоро уже завершится, к сожалению, да. Потому что, я думаю, многие из тех, кто сегодня услышит наш рассказ, захотели бы к нему присоединиться. А почему у него социальная направленность? Потому что принять участие мог любой желающий, да, кто хотел повысить свою компетенцию в сфере диджитал, как это сейчас модно говорить, или просто, да, научиться взаимодействовать с социальными сетями, с платформами обратной связи, из которых сейчас выстроена наша жизнь, да, там, ну, мне кажется, процентов на 70. Ну и также обсудить какие-то вопросы. Вот, предположим, мы решали уже такие прикладные проблемы, как «не работает Wi-Fi на телефоне, не могу раздать». И пытались понять, в чём дело, где, какие настройки, быть может, сбились пароли. Старалась помочь тем людям, которые приходили, вот, решить такое. А где это всё происходит? Я, лично я, я знаю, что есть несколько площадок, но могу говорить про свою. На территории ДСААФ там всё это происходит, уроки компьютерной грамотности. Когда предложили Центру управления регионом принять участие в этом проекте, мы сразу же согласились, потому что одной из приоритетных задач Центра управления регионом как раз и является обеспечение эффективного взаимодействия населения и власти и как-то сделать по-другому быстро, кроме как не через социальные сети, не через порталы обратной связи и не через, да, наш привычный портал «Наш Север». К сожалению, не все люди умеют с ним работать. Кто-то просто от того, что не сталкивался, не хочет сталкиваться, а кто-то, как, в частности, те, кто посещают эти уроки, от того, что для них это нечто необычное, да, это мы выросли с телефоном в руках, и для нас любая функция, она такая понятная, да, мы уже не задумываясь нажимаем ту или иную кнопку. А люди старшего поколения, они смотрят на это всё, и самое страшное, что они боятся. Так всё-таки были какие-то ограничения? То есть я из релиза к этому мероприятию поняла, что, точнее, к этому проекту, что всё-таки основное направление – это люди старшего поколения? Да, но есть и девчонки, достаточно молодые, которые приходят, которым интересно послушать, узнать для себя какие-то дополнительные нюансы. С нами сотрудничает «Радуга», да, центр, который как раз и предложил вот своим участникам стать гостями этих курсов в том числе. И из «Радуги» пришли в том числе многодетные мамочки, даже пришли те люди, кто хочет научиться работать в социальных сетях, что, казалось бы, да, немножко не о цифровой грамотности, но почему бы и нет? Мы один из уроков решили посвятить именно работе соцсетей. Ведь соцсети – это не только общение между людьми. Соцсети – это общение, например, с банком, да, и были ситуации, когда кто-то из тех, кто пришёл на курс, рассказывал, он нашёл группу «Почты России» во ВКонтакте, переписывался, конечно же, скинул в переписке номер карты и три цифры на обратной стороне, для того чтобы «Почта России» поняла, да, в чём дело, в чём проблема. На той стороне оказались мошенники, и деньги улетели с карты в неизвестном направлении. И вот, говоря о соцсетях, в том числе мы поднимали вопрос, как понять, что группа официальная, всё очень просто. Вы можете увидеть справа синюю галочку напротив официальных сообществ. Это значит, что сообщество верифицировано, и что ему можно доверять. Здесь безопасно, значит. Да, это значит, что здесь безопасно, и даже если вы передадите свои личные данные, то они ни в коем случае не будут использованы в целях наживы какой-то. Татьяна, чему хотят учиться представители старшего поколения? Вот основные вопросы, которые их волнуют, это что? Это, безусловно, платформа обратной связи, госуслуги, да, потому что сейчас у нас 70% жизни состоит из госуслуг. Хотим справку взять, устроиться на работу, госуслуги. Хотим записаться в врачу, госуслуги. Хотим ещё получить какую-то функцию, госуслуги. И это, с одной стороны, очень и очень хорошо, потому что реализуется тема единого окна, да, когда мы вот обращаемся, и нам не столь важно, в какое министерство это потом улетит, да, кто будет решать наш вопрос. Да, людям просто нужно, чтобы оказали услугу. Да, что мы знаем, куда мы идём, да, на какой сайт, и мы знаем, в течение какого времени нам должны ответить. А потом, вот, как я сказала уже, это социальные сети, как не стать жертвой мошенников, или как взаимодействовать с властью через социальные сети, да, как правильно писать, потому что всё-таки у социальных сетей есть и свои нормы, которые мы тоже должны соблюдать. Кто-то поднимал вопрос, что человека заблокировали, ну, безусловно, это было так, друг моей подруги сказал, да, что человека заблокировали в одном из министерств, когда он писал какое-то обращение, но, как оказалось, обращение было... Вконтакте расценил его как спам, это обращение, потому что их было очень много, и они были размещены буквально под... в комментариях под каждым постом. Вконтакте я посчитал, что это какой-то спам-бот размещает. А человек просто хотел достучаться. Да, да, человек просто хотел достучаться, и об этом мы тоже говорили, как это делать правильно, грамотно, да, потому что не всегда в социальных сетях большие объёмы говорят о том, что всё-таки у нас всё получится. Это должно быть точечно, и это должно быть адресно, и о том, как это сделать, как раз мы вот и обсуждали. Безусловно, хочется, чтобы всё-таки в семье это происходило, да, но как вот я пообщалась с учениками своими, кому-то не до этого, у кого-то дети работают или вообще сами не знают таких нюансов и подробностей о работе в соцсетях, и потом уже мои ученики приходили и своим детям рассказывали о том, что смотрите на синюю галочку, да, справа. Если галочка есть, то можно общаться, всё будет хорошо. Ну, а кто-то, у кого-то вообще нет возможности пообщаться с родными, и вот для таких людей эти курсы, они, конечно, такая палочка-выручалочка, потому что многие вопросы сразу снимаются, и люди становятся внимательными. Также мы немножко поговорили про сайты, да, как не нарваться на мошенников. Опять же. Да, ну, на самом деле, практически всё строилось вокруг того, как не нарваться на мошенников. Вот, наверное, это такой максимум, о чём мы говорили. Но, безусловно, ещё и поднимали вопросы о том, как просто взаимодействовать соцсетях. Татьяна, скажите, вот какая всё-таки принципиальная разница преподавания компьютерных курсов, курсов цифровой грамотности молодым или даже ребятам, там, в школьном возрасте, я знаю, у вас есть такой опыт тоже, и нашим бабушкам. Ну, безусловно, дети, они хотят движения. У меня сейчас, да, я работаю с детьми-блогерами, и изначально, когда мы планировали вот эту сетку расписания, я вставила несколько уроков по написанию постов, по написанию каких-то текстов для соцсетей, по созданию контент-сетки, развитию. Потом я поняла, что нет, всё это в детском возрасте ещё немножко непонятно и неохотно. Они хотят двигаться, они хотят снимать, и они хотят именно вот что-то создавать и чувствовать, что они здесь и сейчас произвели какой-то продукт, и для них это важно, потому что как только начинаются долгие разговоры, то всё, это уже сразу внимание улетучивается, и все хотят что-то делать, и где-то уже лезут в ТикТок, там пытаются посмотреть какой-то тренд. Люди старшего поколения, они, безусловно, хотят анализировать информацию, то есть они хотят узнать больше каких-то фактов, каких-то подробностей, и чтобы эта вся информация имела такой прикладной характер, да, чтобы она была полезна в жизни, и они могли ей пользоваться. Ну, наверное, это такое главное отличие. Ну, понятно, им не для развлечения просто нужны эти навыки. Да, хотя в том числе были и те, кто смотрит ТикТок. Я даже очень удивилась, потому что у меня не так давно ТикТок появился, и, наверное, я бы в него не заходила, если бы не он нужен был по работе. Ну, потому что как-то сейчас соцсеть меня не привлекает. Вот, а там были те, кто снимают ТикТок, и что меня удивило, вот я раньше уже заикалась, мы решили последний день нашего курса сделать как такой небольшой ликбез по работе в социальных сетях, потому что оказалось, что среди гостей очень много тех, кто либо ведёт свои группы, да, либо кому-то помогает вести группы. Это группы социальных сообществ, которые там бесплатно раздают еду, собирают какую-то материальную помощь. И чтобы это сообщество было оформлено правильно, чтобы оно было оформлено в соответствии с правилами ВКонтакте, что также очень важно, потому что сейчас ВКонтакте – это отдельная страна, где есть свой устав, и ты должен по нему жить. Иначе ВКонтакте, ну, собственно, может даже заблокировать и тебя, и твою группу, и все наработки, которые, да, ты так старательно создавал, они будут потеряны. И в этом, наверное, вот все мы сходимся, что и как мои юные ученики, так и мои ученики, которым уже немножко за, вот, они все хотят научиться работать социальными сетями, но это замечательно, это, я бы даже сказала, классно, да, такое слово использовала, потому что это говорит о том, что вот, наконец-то, мы все по уровню компьютерной, да, компетенции, вот, работе в социальных сетях выходим на единый уровень. Вот об этом уровне мы продолжим сразу после рекламы, мне уже сигнализирует, что настало время, не переключайте свой телеканал и ФМ-волну, мы скоро вернемся. Открытая студия продолжает свое вещание, это совместный проект телеканала Арктик ТВ и радиостанции Рекорд, сегодня ее веду я, Екатерина Богданова, а в гостях у нас специалист Центра управления регионом Мурманской области Татьяна Пучкова. Обсуждаем мы медиапроект повышения цифровой грамотности населения Мурманской области. Скажите, пожалуйста, кто-то еще может стать участником проекта или уже поздновато? Ну, уже, безусловно, поздновато, потому что у нас будет заключительный урок на этой неделе, но на будущее, я думаю, стоит следить, да не стоит, а обязательно следите за новостями Арктик ТВ, за новостями Рекорда, принимайте участие в подобных курсах, они уже давно переросли из разряда демонстрации того, на какую кнопочку на мышке нажимать, чтобы зайти в свою папку, до действительно таких предкладных и важных вопросов, которые будут полезны всем нам. Потому что, опять же, как я говорила ранее, какие-то особенности работы соцсетей не знали даже достаточно юные участники вот этих мастер-классов. А для меня, как для человека, который непосредственно каждый день работает с обращениями людей, которые видят, с какими ошибками они сталкиваются, да, в Центре управления регионом, когда мы вот собираем все эти комментарии, когда мы это все видим, то для меня это была возможность еще и донести, как это делать правильно, да, какая информация должна содержаться, почему, например, нам министерство не может сразу запросить в личные сообщения, какие-то контактные данные наши личные, а почему они просят нас отправить в личные сообщения. И какие-то другие вопросы, которые, казалось бы, такие обиходные, но которые именно стопорят взаимодействие, да, ведь, например, группа не может инициировать нам личное сообщение, только после того, как мы в группу написали, только тогда она может с нами общаться. Практически все министерства у них не публичные страницы, да, от групп, а группы, с которых они с нами переписываются. Поэтому вот взаимодействие и нюансы этого взаимодействия тоже мне, как специалисту, было очень ценно передать людям, потому что все-таки, я надеюсь, дальше они расскажут, да, уже своим друзьям, знакомым, как правильно и эффективно пользоваться этими инструментами, и вот в итоге цель будет достигнута, у нас будет оперативное и эффективное взаимодействие в интернете. Татьяна, а вот самый старший участник курса, кто, ну, не кто был, а какого возраста? Ой, я, если честно, вот прям возраст не знаю, то есть у меня, да, анкет нет, я могу только на глаз, да, вот, но мне кажется, что за 70 в том числе люди есть. А есть люди такие были, которые не то, что какие-то нюансы соцсетей не знали, а не знали вообще практически про интернет ничего? Нет, нет, таких не было, да, я говорю, что как раз вот мы дошли до того уровня, когда уже все знают как, что, и нужно только дальше эти знания наращивать, да, чтобы они становились, во-первых, актуальными, потому что все-таки в интернете все меняется ежесекундно, да, если не чаще, ну, и второй аспект, конечно, чтобы они становились и глубже, и фундаментальнее, потому что становится все больше тех же самых соцсетей. Сначала, когда интернет появился, и мы только переходили на какие-то сайтики, читали информацию, когда не было еще Википедии, то, да, кто мог подумать, что соцсети станут такими площадками, где вообще мы можем достучаться до губернатора, до, не знаю, его замов или какого-нибудь министерства. И очень эффективно в последнее время, кстати. Как показал опрос, проведенный телеканалом Арктик ТВ, в 75% случаев люди в возрасте 60+, не умеют пользоваться преимуществами компьютера и телефона. Мы уже затронули чуть-чуть с вами в первой половине программы этот вопрос. Как вы думаете, почему? Детям некогда им это объяснить, или этим людям просто было без надобности глубокое погружение в тему интернета? Еще есть страх, мне кажется. Чем старше ты становишься, по крайней мере, я замечаю это по себе. Тем сложнее даже в магазине пользоваться новым гаджетом, потому что ты как-то привык, у тебя уже механическая память, что ли, сформировалась на твоем телефоне, как куда заходить, и потом, когда ты берешь другой телефон, смотришь, ты думаешь, что они там создали. И я думаю, в том числе и из-за этого, потому что если судить по моей маме, то первое, это, конечно, страх, что не получится. Но на уроках, я говорю, что не переживайте, вот сюда не заходите, здесь действительно может быть страшно, и получится все не так, как вы хотели. А, например, вот так вот можно сделать, но если что-то не получилось, просто все выключайте, включайте заново, и в итоге ничего страшного не произойдет. Потому что тоже это, конечно, замечательно, что есть такое трепетное отношение к технике, и люди старшего поколения, они боятся, что они сейчас ее сломают, не дай бог, и все, все полетит. Нет. Вот. Ну и, наверное, да, отсутствие какой-то надобности, потому что все-таки в последнее время, да, активно стала развиваться именно эта цифровая среда и возможность вот такого, такой переписки в интернете не обо всем на свете, а именно... По делам. По делам, по решению каких-то проблем в интернете тоже стало возможным. И сейчас, да, как раз появилась эта надобность, необходимость, и поэтому вот люди, я думаю, задумались о том, что все-таки вот уже пора, уже пора знакомиться. Тоже в релизе к этому проекту было указано то, что пандемия повлияла на необходимость таких курсов в том числе. Особенно это сказалось на людях старшего поколения, которые просто в одиночестве на некоторые моменты остались, когда им нельзя было выходить. Вот, давайте вот этот вопрос обсудим. Да, безусловно, пандемия, она показала, насколько могут быть полезны и эффективны все эти сервисы, и, конечно, кого-то она оставила вот перед таким полем, да, возможностей, но к которому они не могут обратиться, потому что они не знают, что и как делать. Потому что даже вот если вы обратили внимание, в последнее время практически все выплаты, они происходят автоматически, да, уже не нужно подавать заявление. Но опять же, перед тем, как все это автоматизировать, должна была пройти достаточно серьезная работа, да, люди там настроить и свои учетные записи в госуслугах, и зарегистрироваться, да, и пройти верификацию. А раньше это было намного сложнее, нужно было своими ножками куда-то идти. Сейчас, конечно, это все очень проще, потому что есть возможность все сделать онлайн. И вот, да, получить те же самые выплаты или какую-то помощь, зарегистрироваться, стало очень сложно, если ты это не умеешь делать. Но опять же, здесь, слава богу, приходили волонтеры, проекта «Мы вместе», да, помогали этим людям. Но я думаю, именно тогда вот они и поняли, что стоит уже, наверное, подружиться с интернетом. И, с одной стороны, конечно, за это пандемии спасибо. Как бы, наверное... Как бы странно это ни звучало, да? Все-таки я задавая этот вопрос, хотела больше поговорить о таком, о социальной роли, в том смысле, что люди остались в одиночестве, а так они, например, могут хотя бы общаться с теми же родственниками, которые в других городах. Вот этот аспект... Ну, мне кажется, все-таки, по крайней мере, я. Вот я сейчас в интернете не общаюсь, не переписываюсь, мне проще взять и позвонить. Поэтому не знаю, насколько будет удобно тоже бабушкам и дедушкам набирать на этих маленьких кнопочках весь текст. А рассказать-то им хочется обычно многое. И про то, что сегодня, какая погода была, и какие приметы, и, там, не знаю, какой праздник. То есть все-таки вот такая утилитарная функция, у интернета для людей старшего поколения. Как мне показалось, да. Но, опять же, опрос я не проводила, и говорить на 100% о том, что это действительно так, не могу. Но вот именно запрос был, и, как мне показалось, с общением как раз никаких проблем нет, а вот с использованием возможностей интернета проблемы были. Но, не знаю, кстати, ради интереса приду, уточню у тех, кто будет на последнем уроке, вот, что им было важнее всего. Но, как мне показалось, важнее именно функции, которые дают услуги. Услуги, да. Все-таки сейчас много и в нашем регионе, и по всей стране различных курсов компьютерной грамотности разных направлений. Чем вот этот курс принципиально, ну, в хорошем смысле, отличался от подобных ему? Я думаю, тем, что он был именно прикладной. Все-таки я знаю соцсети не из интернета, а я знаю их изнутри. Работая сначала как администратор сообщества, а сейчас как специалист в Центру управления регионом, я непосредственно в этом. Я знаю и о том, по каким канонам сама соцсеть работает, и я знаю о том, с чем люди сталкиваются, когда с ней взаимодействуют. И я смогла именно вот эти два аспекта соединить и объяснить, чем моим ученикам могут быть полезны соцсети и как ими правильно пользоваться. Если вы замыслите подобный проект в будущем, то уже были какие-то задумки? Вот сейчас вы поняли, что вот этого не хватало, вот можно было чего-то добавить. Наверное, да. Что это такое? Я бы немножко расширила, потому что сейчас все-таки было буквально пять занятий у меня, и мы очень старались много на них взять, и это даже мы сидели не по часу, а по полтора часа, для того, чтобы я смогла ответить на все вопросы. Но, если честно, как мне показалось, те, кто ко мне приходил, им еще хотелось бы больше узнать о развлечениях в интернете. То есть, да, безусловно, услуги – это важно, но те функции, которые дает интернет, где можно посмотреть, что можно посмотреть, какие сайты будут полезны. А чего это касалось? Кино? Что такое? Или развлечения? Это что, игры? Наверное, даже то, что может быть полезным, какие-то сайты, где они могут для себя важные и полезные навыки получить, там, по кулинарии, да, и какие-то сообщества по кулинарии, аккаунты по кулинарии, и не то, чтобы сидели вот мои ученики и сами это искали, а чтобы у них был какой-то перечень, какой-то список, на которые они могли опираться, да, по интересам, куда зайти. Ведь многие из моих учеников там очень любят историю, многие очень любят культуру. И вот к каким сообществам обратиться, к каким ресурсам, к каким каналам, им всё это было интересно. Мы, безусловно, поговорили об этом, но очень кратко, сжато, а я бы хотела именно углубиться, да, быть может, вот как-то по интересам приглашать их, чтобы здесь мы обсуждали один вопрос, а далее на следующем уроке уже перешли к другому, и приходили именно те, кому это нравится. Что вы сами для себя почерпнули из вот этого преподавания? А непонятно, у них новые навыки, а вы для себя от своих учеников? Было что-то такое? Я, наверное, лишний раз подумала о том, как сейчас нелегко моей маме, которая осталась в другом городе за несколько тысяч километров, но я всё равно работаю таким, как представителем её. То есть если нужно позвонить, куда-то написать, да, у меня есть те пароли, у меня есть логины, и уже я привыкла к тому, что меня называют её именем, потому что, да, я очень часто звоню, представляю сие, и решаю те вопросы, которые могу решить онлайн. Ну и, конечно, лишний раз подумала, как классно, когда всё-таки есть возможность жить в одном городе и помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Ну, я думаю, всё-таки ваши ученики, участники этого проекта теперь смогут очень многие проблемы решить самостоятельно с помощью интернета, с помощью соцсетей и с помощью тех всех инструментов и навыков, которые вы им дали на этом курсе. С вами была «Открытая студия». Беседовали мы сегодня с Татьяной Пучковой, специалистом Центра управления регионом Мурманской области, и обсуждали медиапроект «Повышение цифровой грамотности населения Мурманской области». Татьяна, спасибо большое за беседу. Спасибо всем, всего хорошего, до свидания. Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин